Такое не покажут по телевизору, вскрылись все секреты покойной Фриске. Отец Фриске признался, что Жанну привязали к кровати из-за ломок. Могла сломать себе позвоночник. Отец Фриске признался, что Жанну приходилось привязывать к кровати из-за сильных ломок, которые она испытывала буквально перед самой смертью. Отец Фриске признался, что Жанну приходилось привязывать к кровати из-за сильных ломок, которые она испытывала буквально перед самой своей смертью. Певица ушла из жизни в 2015 году из-за опухоли головного мозга. Однако ее родственники продолжают раскрывать новые детали страданий, которые переживала артистка. Такие данные не покажут по телевизору. Рак у Жанны был обнаружен в Майами, где она находилась в больнице. В это время у нее часто возникали приступы, в результате которых она теряла сознание от сильной боли, а затем начинались ломки. Врачи рекомендовали привязывать ее к кровати, чтобы предотвратить возможные травмы во время приступов. Потому что врачи сказали, если не будете привязывать, она может сломать себе позвоночник. Так сильно крутила. Потом проходит приступ, она очнется и спрашивает. «Ой, что со мной случилось? Я ничего не чувствовал». Она теряла сознание перед этим, поведал мужчина. Согласно отцу Фриске, лечение Жанны обошлось в сумму, превышающую миллион долларов США. «Только самолеты стоили в общей сложности 500 с чем-то тысяч, плюс лекарства, клиники очень дорогие. В Лос-Анджелесе все стоило больших денег, но нам помогали. Артисты очень многие помогали. И Лепс, и Басков, и Лолита. Все помогали», — рассказал отец покойный. Последние месяцы своей жизни Жанна провела в родительском доме в Подмосковье, где опухоль с левого полушария мозга перешла на правое. В течение месяца Жанна полностью потеряла сознание, перестала видеть, глаза не открывались. Ее перевели на искусственное питание, вспоминал Фриске. Отец Фриске надеется, что сможет встретиться с внуком, когда тот вырастет. Владимир Борисович рассчитывает, что Платон поймет, почему все сложилось именно так. А пока родители Фриске присматривают за квартирой так рано ушедшей певицы. «Там все осталось, как было при ее жизни. Жилье звезды обязательно достанется ее сыну», — заверил Владимир Фриске. Субтитры создавал DimaTorzok